Доброе утро! Вы смотрите новости на БТБ в студии Екатерина Романюк. Прошедшие в парламент партии подписали проект коалиционного соглашения. Об этом заявили представители политсил, поставившие подписи под документом. В коалицию вошли блок Петра Порошенко, Народный фронт, Объединение Самопомнич, Радикальная партия Олег Ляшко и Батькивщина. Сегодня состоится официальная презентация текста коалиционного соглашения. По итогам выборов в составе Верховной Рады 8-го созыва избран 421 народный депутат, из них 225 по партийным спискам и 196 в мажоритарных округах. Первое заседание новоизбранного парламента состоится 27 ноября. Спикеры и вице-спикеров нового парламента теперь будут избирать в зале Верховной Рады. Эти должности больше не будут определяться в кулуарах, как это было раньше, и это одно из существенных отличий парламента 8-го созыва от предыдущего. Кроме того, значительно сократится количество комитетов. Подробнее о работе новой Верховной Рады расскажет Наталья Прогар. Группа по подготовке первого заседания новой Верховной Рады Украины вновь собралась на переговоры. Депутаты обсуждали организационные вопросы. В частности, как будет избираться руководство парламента, сколько будет комитетов и кто их будет возглавлять, а также, казалось бы, банальное месторасположение фракции и кому все же будет оказана честь открыть первое заседание. На эти вопросы как раз ответы и не были найдены, хотя определились с главным. Мы определили сегодня ключевые параметры формирования руководства парламента. Очень хорошо, что это прописано в законе о регламенте. Особых дискуссий не было, поэтому избрание спикера Верховной Рады Украины будет проходить непосредственно в зале через открытую процедуру посредством системы Рада. Соболев напомнил, что ранее Рада избирала руководство путем голосования бюллетенями в закрытом режиме в кабинках для голосования. Поскольку этот парламент должен работать по новым принципам, с этим решили покончить. Кто может стать спикером, пока неизвестно. Депутаты из подготовительной группы говорят, фамилии сегодня не обсуждались. Вместо этого они пришли к компромиссу по оптимизации парламентских комитетов. Решили, что количество будет составлять 25 комитетов, то есть меньше, нежели в предыдущем. Перечень комитетов пока неизвестен, как, впрочем, и их руководство. Эти вопросы депутаты будут решать в процессе работы, которую обещают начать уже через неделю, в четверг, 27 ноября. Наталья Прогр, Андрей Коваль, Александр Котельников, БТБ. Украине важно сохранить контроль над развитием футбола в Крыму. Об этом заявил президент Петр Порошенко на встрече с президентом УФА Мишелем Платини. Глава государства также выразил мнение, что для УФА важно не быть втянутым в нефутбольные баталии вокруг полуострова. Мишель Платини сообщил, что в УФА уже создали рабочую группу. Окончательное решение планируют принять 4 декабря. В том, что российский футбольный чемпионат не будет проходить в Крыму, президент Петр Порошенко уверил и в футбольных болельщиков. Напомню, вчера фаны собрались под администрацию президента, требуя не отдавать крымские клубы России. Вице-президент США в беседе с премьер-министром Латвии предложил усилить санкции против России, если та сохранит прежний курс относительно ситуации в Украине. Лидеры стран обсудили кризис на Донбассе и пришли к согласию в этом вопросе, говорится в сообщении Белого дома. Отметим, сегодня ночью Джо Байден прибыл в Киев. Согласно программе визита, вице-президент США встретится 21 ноября с президентом Украины Петром Порошенко и премьер-министром Арсением Яценяком. Боевики вчера обстреляли позиции Силато 13 раз, сообщает пресс-центр операции. Террористы использовали реактивную и ствольную артиллерию, а также минометы. Напряженная обстановка оставалась и в районе трассы Бахмутка. Также боевики атаковали блокпосты возле города Счастье. Время от времени террористы вели огонь по украинским позициям и в районе Дебальцевского плацдарма. Сложная ситуация в районе Донецкого аэропорта. Там боевики на протяжении дня неоднократно открывали огонь по нашим позициям. Вели огонь из минометов, артиллерийских систем и стрелкового оружия. Все атаки боевиков с защитниками Донецкого аэропорта отбиты. Это стратегический объект и дальше находится под нашим контролем. Наблюдатели ОБСЕ попали под огонь вблизи Донецка. Об этом на брифинге в Киеве рассказали глава спецмиссии в Украине Эртугру Лапакан и пресс-секретарь Майкл Батюрки. Представители мониторинговой миссии ОБСЕ надеются на объективное расследование украинской стороной инцидента с обстрелом наблюдателей. Как известно ранее, в ОБСЕ заявили, что неподалеку Марьинки, контролируемой силами АТО, их представители попали под огонь. Украина это называет провокацией террористов. Мы решили не обвинять никого в данный момент. Детали все еще очень отрывочные. Мы будем сотрудничать с украинскими властями, чтобы разобраться в этом. И в ближайшие дни, может быть, мы сможем рассказать больше. Мы неоднократно предупреждали, что террористы наносят на свою технику тактическую маскировку сил антитеррористической операции для совершения провокаций. В данном случае речь идет именно о таком случае. Россия вновь заблокировала расширение международного мониторинга ОБСЕ на украинской границе. Это произошло во время встречи представителя организации Вене 20 ноября, сообщил постоянный представитель США в ОБСЕ Даниэль Берр. Украинский МИД воспринимает такое поведение Москвы как нежелание придерживаться минских договоренностей. Между тем, мандат мониторинговой миссии ОБСЕ на российских пунктах пропуска Гукова и Донецка будет продлен еще на месяц, до 23 декабря. Доклад ООН подтверждает беззаконие на востоке Украины. В документе отмечается серьезное нарушение прав человека в регионах, контролируемых сепаратистами. Среди них пытки, задержания, показательные казни, принудительный труд и сексуальное насилие. Отмечено тяжелое положение крымских татар и других критиков аннексии Крыма России. Как положительные в докладе зафиксированы попытки официального Киева улучшить ситуацию с правами человека в стране в целом. Как говорится в седьмом отчете управления Верховного комиссара ООН, представленного в Женеве, за время конфликта на востоке погибло более 4300 человек, около тысячи за время перемирия. Продолжаются убийства, незаконное задержание, пытки гражданского населения. Восточной Украине полный провал в области верховенства закона. Никаких процессуальных гарантий, неуважения международных норм в области прав человека. Один из вопросов, также который упоминается в докладе, – постоянное присутствие на востоке Украины большого количества современного вооружения, а также иностранных боевиков, которые, безусловно, имеют отношение к ухудшению ситуации с правами человека. Президент России Владимир Путин впервые признал, что боится народного восстания в России. Такое заявление прозвучало на заседании Совета нацбезопасности. События в Украине, он считает, цветной революцией по приказу из-за границы, поэтому приказал силовикам не допустить подобного в России. В Кремле подобные выступления граждан называют емким словом экстремизм и обещают жестоко пересекать. Мы видим, каким трагическим последствиям привела волна так называемых цветных революций. Какие потрясения испытали и испытывают народы стран, которые прошли через безответственные эксперименты. Для нас это урок и предупреждение. И мы обязаны сделать все необходимое, чтобы подобное никогда не случилось в России. Ну а Украина сегодня впервые отмечает День достоинства и свободы и первую годовщину Евромайдана. Ровно год назад на главную площадь столицы вышли тысячи людей, чтобы мирно выразить свой протест против действия власти. Недовольство вызвало решение Виктора Януковича отказаться от соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Через восемь дней власть приказала разогнать людей и ликвидировать палаточный городок. Агрессия и массовое избиение мирных граждан вызвали возмущение народа, что привело к революциям достоинства. На этом у меня пока вся информация. До встречи. Продолжение следует...